Друзья, я всех приветствую. Сегодня запишем вторую часть урока с тыквой. Уже пора, в принципе, ее довести до конца. Сначала нарисуем эту дольку на втором плане и уже потом дольку на первом плане. Нарисуем фон и уже после фона можно будет доработать какие-то детали на самой тыкве и на дольках, чтобы работа была объединена как единое целое. То есть вот здесь вот у нас тень более глубокая должна будет прорисоваться. Где-то тень углубить, где-то бликов добавить, каких-то цветов, которых не хватает, оттенков. Как я говорила в первом уроке, работа будет выполнена только карандашами, без использования мелков. Я решила, что мелки совсем не буду использовать. Такой у меня, собственно, бизик. Конечно, работа интереснее прям со всеми как-то минималистично. никогда без использования мелка и бумаги, когда только карандаши и цвет бумаги. Это как, допустим, дорисовать тыкву, саму тыкву, дольки, семечки и оставить коричневый, просто как самостоятельный цвет, без темного фона. В принципе, как такой вариант, вполне норм. Такой живучий вариант, я бы сказала. Крафтовая бумага. Такой цвет довольно-таки приятный. Как вариант, возможно, даже. Рисуем мякот тыквы. У нас здесь внутри семена. И вот эта внутренняя часть тыквы, да, ближе к корке она плотная и ближе к семенам она такая немножечко рыхловатое. Если тыкву когда-то видели вживую, да, и разрезали ее, когда мы убираем семена, то около семян у нас довольно-таки рыхлая поверхность. И ближе уже к кожуре поверхность плотная-плотная. Поэтому здесь на срезе очень ровный, прям ровный-ровный срез. А внутри, где семена, такое оно все разрозненное, рыхлое. Ну, просто не знаю, может, есть люди, которые тыквы никогда не разрезали и не видели. Уверена, есть. Здесь люди, которые даже не ели никогда такую свою жизнь. И очень то, что зря, это очень вкусно и полезно. И еще добавить немножечко образу, да. И еще добавить. Да, что это будет ян it. Поехали. Поехали. С рыболь. Мне кажется, тоже нужно попробовать. Здесь хорошо будет смотреться такой золотой-желтый, но у меня его в палитре как бы нет. Ну, кстати, не палитанский, желтый. В принципе, довольно-таки приглушенно смотрится, интересно. Мне не нравятся вот эти вот ячейки, которые проглядывают структуру бумаги, поверхность. То есть не во всех работах мне не нравится, когда видно бумагу, фактуру. Если растушевать пальчиком, то это будет значительно быстрее. И эффективнее, чем очень долго и внутренне это делать только мелками или карандашом. Так. 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 Немножечко прорисовать фактуру. Когда у меня в карандаш начинает лосниться, такой он как будто восковый становится, можно вернуть ему рисующую поверхность более шершавую с помощью наждачной бумаги. Так. Так. Продолжение следует... 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 Объединяем одним цветом... Продолжение следует... Продолжение следует... Цвет такой... Продолжение следует... 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 И все-таки тыкву, эти цвета ее гораздо проще будут рисоваться с помощью милков, потому что, мне кажется, у милков гораздо больше богаче цветовая палитра, чем у карандашей. Карандаши у нас скорее как помощники, наверное, идут чаще всего. Ну, либо брать карандаши можно, когда рисуете где-то на пленере, на каком-то, на улице. Все-таки с карандашами удобнее управляться, чем с милками. И брать с собой удобнее карандаши, чем коробки с милками. Так, к тому, что где-то с кем-то обсуждалось. Почему бы не рисовать только карандашами? Так, а тут теперь немножечко обозначим семечки. у меня коричневая ткань. Давайте посмотрим... Продолжение следует... 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 И так как у нас там и так был зеленый и желтый, мы как-бы не все приглашаем. И зеленым проводим четкую линию по контуру нашей мякоти. Там у нас еще расцветка тыквы просвечивает, не однотонная. И так далее. И так далее. И так далее. Он там подсвечивается как будто красненьким каким-то. Возможно, от каких-то предметов. Который мы не видели. Прямо возле кожуры я затемняю зеленый с помощью серого. Я бы, наверное, даже немножечко под него. Здесь у нас тоже. Будет более глубокая тень. Но с помощью вот этого темного карминового. то есть возле мякоти тыквы я немножечко приду серым. Темно-темно-темно-серым и светлым. Он почти черный, но серый. И так далее. И так далее. И плюс сегодня будет видно, как бы, что это серый. Потому что карминовый его перекроет. И так далее. И так далее. Пока. Пока. Без 줄 at baba еду. Приятного цвета. До Nick в школе, деревянныйzel бол Saint powiedział. Каждый раз открываются какие-то новые цвета, новые оттенки в прошествии какого-то времени. Где-то хочется пальчиком растушевать. И можно к нашей тыковке вернуться в кусочку вот этому. Здесь у нас такой срез. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, у каждого свой. Способ рисования, да? Плюс то, что видит художник не всегда видят другие люди. У меня было несколько ситуаций в жизни, когда я хотела, ну, то есть в голове у меня проскользнула мысль, что нужно вот это доделать. И я сразу не доделала. И продолжила вот это делать что-то другое. В итоге я не вернулась к тому моменту, где я хотела доделать, но в своей голове я прокрутила эту мысль, и мне показалось, что я доделала. Когда человек получил эту работу, заказ, остался очень доволен. И через какое-то время, когда я рассматривала работу, я поняла, что я не дорисовала. а человек, который получил работу, он даже этого не заметил. То есть для него все прекрасно. Поэтому то, что видит сам художник, который рисует свою работу, не могут не видеть другие люди. у каждого в голове свое представление. Я решила ускорить процесс растушевки пальцев. Без растушевки тоже можно вполне рисовать, но это займет гораздо больше времени. здесь также как и тут, то есть ближе к кожуре у нас более плотная текстура, ближе к семенам текстура более рыхлая. То есть тут более плотная, тут более рыхлая. Я снова беру не британский желтый. Другого у меня нет. Если у вас есть золотистый желтый, именно вот такого цвета было бы вообще прекрасно. Имею ты прям карандаш. Хотя у меня набор деревянтов пастельных. Прямо целый набор, по-моему, сорок карандашей. У меня еще в двадцатом году приобретался. Там золотистого желтого не было почему-то. и сразу бледно-желтым, якобы желтым от гаммы. Набросаю место для семян. Здесь у нас семена. как бы вываливаются немножечко наружу, да и тень. Там, где углубление, у нас темнее. Выпуклые части у нас более светлые. Вот тут. Типа трещинки. Типа трещинки. Рецепт трещинки. Типа трещины. Рецепт трещинка. Переих Kelsey. Продолжение следует... 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 В глубине семечек у нас там тень, потому что там глубина В принципе можно сначала их обозначить светлым с розой Я даже не буду их белым рисовать 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 Субтитры сделали Если вы помните, семена тыквы держатся как будто на полосочках, на волокнах. Некоторые нужно приглашать. Коричневый. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Немножечко блик на семечки. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Берем зеленый и он у нас проходит по камере. Продолжение следует. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok И зеленый, который мне не очень нравится. Но лучше чем-то дорабатывать. Продолжение следует. Конечно, можно подредактировать бутылку, какие-то линии темным фоном. Также ее можно подредактировать просто пластиком. Как обычно, так и плячкой. Плячкой. Рисуем все карандашом. Я этот процесс ускорила. И потом нужно сделать пальчиком растушевку. Возле тыквы аккуратно. На тыкву не заходим. Возле тыквы потом сделаем коррекцию карандашиком. Плячкой. 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 Четвертый. Красный. Упродák. Камки по сути. Четвертый. Камки по сути. Упродук. и тень от тыквы теперь вам точно пригодятся салфетки и черным карандашиком аккуратненько здесь силиконовая растушевка она хорошо помогает немножечко подрастушевывать салфетки 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 наоборот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И провисуем столешницу слегка. Ну или ту поверхность, на которой лежит наша тыка. Судя по всему деревянная. Судя по всему деревянной. 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 Еще захотелось усилить. Судя по всему деревянной. Судя по всему деревянной. Судя по всему деревянной. Судя по всему деревянной. Пусть трав. Судя по всему деревянной. Судя по всему деревянной. И камня. Судя по всему деревянной. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...